добрый день дорогие друзья добрый день наши уважаемые слушатели с вами вновь радио сан гейтс и сегодня у нас гостях александр алимов уже не далеко не первый раз здравствуйте александр александр я бы хотел чтобы вы сегодня сами представили себя потому что можно говорить много разных интересных слов экстрасенс целитель контактер и так далее но я хотел бы чтобы вы сами сказали вот кем вы себя на самом деле считаете как лучше вас охарактеризовать с вашей же точки зрения но прежде всего человек такой как и все да понятно что я занимаюсь развитием способностей человека не называя но стараюсь не называть конечно это магии потому что это более такое какое-то узкое слово которое не обозначает всей целостности но также контактер наставник я тоже не назову себя учителем наставником ну а также энергетический целитель то есть я занимаюсь целительством применяю в целительности свое ментальное тело ну и на мой взгляд результаты есть это ну и как я понимаю вы еще можете сказать о том что вы и контактер у вас есть черта да да я получаю знания своих высших учителей вот пришлось конечно очень долго во всем разбираться очень кропотливо потому что долгое время проводил на тонком плане чтобы все ощутить на самом деле в реальности как она есть не так когда ты просто получаешь контакт в виде когда у тебя виде мысли появляются набор какого-то текста да и ты не видишь кто тебе это направляет так далее то есть мне приходилось преодолевать это все чтобы увидеть ощутить узнать кто со мной общается почему со мной общаются кто дает мне эту информацию проверять информацию соответственно то есть очень много процессов и узнал я достаточно много потому что понял оказывается что мы живем в такой в таком мире двойственном мире созданным как я его называю некой темной сущностью с различными его последователями даже есть его проследователи на земле люди которые можно сказать негласно даже не подразумевая на кого они работают выполняют определенные его задачи но и на тонком плане соответственно есть такие же сущности есть откровенно темные сущности есть как их называют и как когда-то назвал камеран тэй кстати получил я также подтверждение от него почему я больше не работник цвета я единственную книгу которую я порекомендую всем но я смотрю вконтакте это текст записан в виде видео а вот то есть уже на русский перевод его книги я нашел как раз подтверждение тому что мне приходило то есть не искал но не мог найти обычно мои источники для подтверждения это прежде всего интернет соответственно потому что кто-то может быть ранее встречал почему так потому что иногда думаю что вау тебе что-то пришло невероятное такое это никто не знает а оказывается что нет это уже на земле давно к примеру а иногда действительно приходят вещи о которых ты не найдешь не в источниках где-то то есть это первый способ второй способ соответственно я на тонком плане разбираю это все смотрю как что то есть практикую на себе опять же и третий способ это мои друзья которые чуть больше находятся в развитии да они проходили определенный опыт то есть может быть они с этим встречались либо откуда-то слышали вот мои источники для проверки а если не секрет вот я все время хотел у вас узнать не знаю уже поднимался ли этот вопрос можете ли вы рассказать о том как состоялся вот этот контакт как впервые для вас это произошло что потому что кого-то кто-то из контактеров описывает он там стоял на свистывал под душем и вдруг раздался голос голове ну и так далее вариантов масса как у вас это было ой у меня это было совсем все по-другому я как обычно вот когда он не случился первый выход ментального тела на семинаре сергея мельникова когда я вышел на орбиту нашей планеты а вот потом мне не получалось месяца полтора как бы я не старался он не получалось и все в очередной день когда я позанимался в окончании всегда занимаем медитацией то есть я сел начал их пробовать выходить и тут меня просто само собой понесло я очутился возле горы вот и появился на тот момент как раз так сказать дух сущность вот в образе в образе необычном пришел образ почему-то я никак не связывал себя с этой религией тем более там в ней не находился никогда то есть почему-то пришел давай-давай какой-то из жизни были в этой религии какой-то из прошлой жизни был 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 но такой прям привязки к этому не было тем более я уже на тот момент я отходил от религии совсем потому что понимал что что к чему и что зачем на самом деле ну я думаю что это не будет для эфира сказано вот я думаю что те кто прочитает книгу или послушает видео о книге камеры надея почему я больше не работник света пойму почему я такого же мнения как он потому что действительно в этой книге я нашел подтверждение знаний на вот и после этого когда мы встретились мы пошли в гору в этой горе был город и в центре этого города стояла некое здание переменая ну как сказать в виде пирамиды что-то так мы поднялись туда и там соответственно стояли некие я бы назвал то нужно аппарата не аппарата через которую то есть но подключили и начали пробивать потоком энергии то есть пошла некая активация после которой вот у меня все начало проявляться очень быстро потом соответственно у меня сменился и уже потом это были учителя не телесного так можно сказать происхождения это только в виде больших энергий разговаривают они соответственно не так как мы до губами это можно сказать на неком телепатическом уровне то есть воспринимаешь сигнал в виде энергии да соответственно на ментальное тело также обрабатывает и выдает это поэтому вот как то так ну и после этого уже начались какие-то регулярные сеансы общения я так понял да регулярные сеансы общения вот но стала лама почему не задался потому что на тот момент я был маленький и неопытный и пытался наверно хныкать и капризничать и просить чего-то когда мне говорили что нет этого нельзя нет это неправильно нет мы не можем вмешиваться и так далее но на тот момент я этого не понимал потом только чуть позже мне наконец-то дошло это понимание что чем я больше буду вести такой образ жизни пытаться чего-то требовать того что мне не дано и стремиться как-то себя выделить среди других то это приведет меня в тупик и на определенный этап это действительно меня привело в тупик потому что ничего не ладилось все только рушилась но я как сохранял спокойствие и продолжал заниматься и когда я переосмыслил все свои мысли все свое поведение у меня все резко начало восстанавливаться резко причем это настолько быстро что я удивился сам спасибо очень интересный рассказ и в чем-то поучительное бы сказал потому что есть масса вариантов как люди входят в контакт становится сейчас модно ченнел и ченнел ченнел и раме и непонятно откуда этот контакт с кем он был кстати вы я так понял не раз перепроверяли разными способами да с кем разными способами я всегда проверяю это помогает быть состоянии полной осознанности то есть слепой какой-то веры быть не должно то есть но представьте у нас же любой президент любой страны я сейчас не буду касаться какой-то отдельно всегда много чего обещает и люди верят верят слепо но он приходит к власти и ничего не происходит лучшего для народа нету то есть как были бедные к примеру так они есть и количество наоборот увеличивается в истории наверно было там единицы когда президент действительно там старался для своего народа да а в основном люди слепо верят я не стараюсь слепо в это верить потому что я вижу результаты этой этими словами той работы которые они будут проводить то есть она не направлена совершенно в этом русле обещание и можно давать сколько угодно да это правда хорошо александр теперь я хотел бы постепенно перейти ко второй теме нашей программы поговорить о курсе который вы преподаете уже как как преподаватель как учитель у нас в ближайшее время этот курс начнется скажите пожалуйста какие бы вы еще раз мы это об этом говорили но я хочу проговорить это еще раз какие бы вы главные моменты этого курса хотели бы выделить вот как как бы красной строкой человек который заканчивает этот курс закончил что будет в нем что будет с ним отличного от того как было до занятий и будут изменения мои изменения какие будут прежде всего человек научиться ощущать энергетические потоки внутри себя и снаружи научиться ими управлять научиться делать так что никто и ничто не сможет к нему подключиться управлять опять же тем кому интересно что значит управлять людьми и это можно очень просто и это люди используют я как-то на своей на своем канале ютюбе записывал видео по поводу привязок я думаю что в следующем эфире мы можем этом поговорить потому что часто это всплывает в моей работе можно так сказать и люди обращаются привязки от умерших люди души которые не могут перейти остаются в мире физическом цепляются к своим родным ну и также это используется для достижения каких-то собственных целей потому что люди не всегда понимают зачастую для чего им знания знания дались и они используют это на некое собственное благо не думая о последствиях дальнейших то есть эгоистично да потому что привязками можно очень легко во первых управлять человеком во вторых подпитываться от него энергией а в третьих еще и это некий финансовый достаток и плюс этот человек еще будет приводить множество множество людей которые будут примеру у тебя обучаться примеру и когда я увидел этот факт то есть он меня поразил я понял честно я тогда разочаровался в развитии то есть я понял насколько люди используют развитие и это привело их в некий тупик что вот они зациклились только на себе на собственном достатке нас на обогащение на том чтобы это воплощение прожить как можно лучше то есть но поэтому было некое разочарование если честно и я до сих пор не понимаю то есть ведь они знают что их ждет но все равно целенаправленно идут отрабатывать они будут очень жестко поэтому я не использую я говорю поэтому об этом а в основном это скрыто то есть я до этого не не слышал чтобы кто-то говорил об этом откровенно а скажите пожалуйста среди вот тех способностей которые появились у вас и вот после контакта с развитием контакта если то что называется разными словами можно говорить ясновидение но некое предсказательство то есть некое видение грядущих событий присутствует ли это тоже присутствует то есть в прошлом эфире я говорил о том что его то что меня я увидел вы мне говорили но я не буду сейчас опять касаться этой темы хорошо очень чепетильная для американцев эта тема не будем повторяться тем более просто хочу сказать что я не преследовал целей выделить одних над другими я стараюсь вообще держаться вне политики вне религии вне вот этого всего то есть я за мир во всем мире я хочу чтобы мы друг другу ездили в гости в разные страны чтобы не было вот это вот постоянных виз этих что люди вели себя действительно мирно дружили между собой не ругались не дрались не воевали между собой да за какие-то мелкие ценности которые они думают что это ценность для меня например это мелкие ценности которые даже не стоят если жить ради этого то я думаю что лучше уйти тогда как он буддийский монастырь и там жить но не жить ради этих мелких ценностей но есть очень много людей которые вас искренне поддержат особенно по поводу отношений между странами отсутствие виз и границ и жизни такой в содружестве по всего хочу побывать у вас в америке так как в нескольких воплощениях я жил там но они на территориях там где жили коренные ну как сказать не коренные американцы где жили да я жил да как раз где индейцы я хочу побывать в лесу секвой я летал туда это не передать словами какое ощущение летал луком ментальным телом да я понимаю передать словами какое-то ощущение вообще вообще вот не знаю почему-то тематика и из-за того что наверное воплощался там не очень близко тематика индейцев они мне очень близки я всегда даже помню там какие-то различные фильмы американские в детстве смотрел там спасти вилли к примеру да где там тоже опять же индейцы духи общение животными то есть мне это всегда было близко доброта вот это вот не знаю вызывал я какую-то внутреннюю привязанность внутреннюю поддержку понятно я понял давайте еще раз вернемся курсу кроме того что как вы сказали человек начнет ощущать потоки энергетически очевидно будет чувствовать свои энергетические центры собственные чакры да он и чакры каналы будет чувствовать непосредственно будет возможностями управлять будет возможность ставить как еще называют некую защиту энергетическую на через которая будет практически невозможно пробиться человек который попытается это сделать просто получится и на некий энергетический удар для себя то же самое как я рассказал в прошлом эфире некий привел пример когда девушка она хотела посмотреть меня ничего плохого до но здесь получается прошел пошел обратно процесс да и энергия просто моя повышенная частотность наложилась на ее энергии пошел как обратный эффект то есть моя энергия восстановилась к ней вот и соответственно она получила некий энергетический небольшой да потому что в виде того что у нее сильно начала болеть голова то есть как она сказала мои ученицы видимо у него настолько сильная защита что то есть тем самым ученики на научатся ощущать любые какие-то старания под ключик к ним прицепление привязок от сущности от людей будет ощущать если приток энергии из-за чего это происходит причем это касается всех я задавал этот вопрос прошлый раз я просто по-другому его формулирую сейчас это касается всех учеников независимо от их каких-то изначальных способностей просто у кого-то больше у кого-то меньше но в целом если будут эти люди стараться заниматься они не смогут достигнуть потому что я встречал таких людей у которых было менее выражено но они очень сильно как у нас говорят пыхтели понятно хотели хотели и старались они очень старались но они старались осознанно без фанатизма но старались и они достигали определенных результатов даже больше результатов чем тот у кого было больше выраженных способностей опять же я говорю что способности есть у каждого человека у каждого просто есть человек дошел уже в нынешнем воплощении до того что он сейчас имеет и то что выражается и значит он шел уже в прошлых своих облачениях есть кто не дошел но вообще изначально создатель нас так создал что мы обладаем все здесь нету какой-то исключительности хочу это заметить и я никогда не заявлял и не буду заявлять что я какой-то исключительный я развиваюсь да в этом мой путь все то есть эйфории быть не должно ни у кого потому что это выбивает из колеи это выбивает из пути понятно это как бы вот то что мы проговорили сейчас это все что получат ученики или есть что-то еще не это не также получат возможность как раз исцелять и себя и помогать исцеляться и другим вот как раз об этом я хотел спросить то есть после этого курса человек сможет по сути стать целителем да он сможет научиться управлять энергией сначала внутри себя как я уже сказал да потом и снаружи управлять энергетическими процессами другого человека влияя своей энергией на его тонкие процессы энергетические процессы чтобы примеру почистить человека потому что блоков энергетических очень много человек может что такое блок на самом деле с понятия энергетической да это то что человек ну к примеру он понервничал какой-то ситуации он с кем-то поругался соответственно слова мысли действия воздух это все энергия то есть соответственно он направил энергию на кого-то энергия низкая частота у как раз у такой энергии отрицательный как я называю он направляет соответственно в нем энергии становится меньше он себя ослабнет почему и когда-то буду говорил что нельзя реагировать на то когда человек пытается тебя оскорбить или так далее чтобы не было тока энергии его слова нужно воспринимать не так даже как он сказал а смотреть более обширно потому что в принципе я это все брал мне нравится очень сериал про него которые сняли по моему в индии вот с этого сериала я тоже много что для себя находил подтверждение если честно и я уже видел картину в целом они частью то есть и почему я книги не читаю потому что я зачастую встречаю в этих книгах часть но не общую картину не общую целостность а какую-то маленькую часть но эта маленькая часть мне не приведет к общей целостности по одной простой причине потому что ты будешь двигаться упрешься в тупик благодаря вот этой маленькой цели да и все и будешь стоять а в общем не увидишь ты ничего поэтому нужно смотреть гораздо обширнее на все скажите пожалуйста а вот нет ли опасения вы по сути даете людям тогда после этих курсов возможность как мы только что выяснили управлять энергетикой другого человека то есть это ну определенное оружие нет для опасения что среди учеников найдутся те кто потом это станет употреблять мягко говоря не светлую сторону или вы это чувствуете как-то ограничиваете или вот когда происходит во первых я это чувствую во вторых у меня из речки воздействия которые я себе оставляю если это одно из условий единственное условие никогда не применять ни при каких обстоятельствах способности в каких-то корыстных своих целях преследовать да и не применять эти способности против человека а наоборот помогать речки воздействия у меня есть я могу все вернуть на круги своя заблокировала все вернуть как она была в первоначальном виде в тем самыми я человеку никак не наврежу я просто заблокирую как когда-то это сделали высшие силы по отношению первые прошлые цивилизации которые были на земле мягко говоря играли со своими способностями что привело к некому разрушению всей территории планеты и была чистка это было как некое наказание то есть почему нам и заблокировали чтобы мы научились этим управлять ценить это применять это правильно не не в каких-то военных целях чтобы мы могли эволюционировать потому что через наработку и отработку опыта мы эволюционируем мы получаем каждое свое воплощение новый опыт и сразу могу сказать те кто слушает нас я знаю кто нас слушает на вот не получится у вас применять эти способности ради определенных целей вот так по русской то есть все учтено и во первых если даже не я если там вдруг что-то но это конечно навряд ли со мной что-то случится то не забывайте что мои учителя они я думаю что так потом говорите мои учителя вы имеете ввиду несколько сущностей которые сами работают или нет на данный момент со мной работает одна сущность вот но но нету был ни один учитель я проходил я же рассказывал это как некая школа то есть почему например вот даже на астральном уровне сущность называющая себя тоже учителем являющиеся учителем она может не видеть картину в целом потому что по примеру что выше астральный его ментальный уровень соответственно ментальный какой информация будет владеть более широкой но какая сущность тот который на ментальном уровне или тот который на астральном уровне соответственно тот который на ментальном потому что он выше по уровню уровень его Развитие позволяет это видеть, потому что он прошел все этапы астрального уровня развития, перешел на ментальный уровень, и уровень знаний повысился. А тот, который на астральном уровне, он еще не видит того, что видит тот учитель, который видит на ментальном уровне. Тот, который находится на ментальном уровне. Поэтому это как некая для меня школа, и я знаю, что могут мои учителя. Понятно, что есть определенные техники, которые я показывать, к сожалению, не буду. Которые могут быть опасными в применении. Это может быть опасными. Это, к примеру, я, понятно, что никогда эти способности использовать не буду. Скажу так, к примеру, как разорвать в клочья ауру. И начать потом уничтожать просто тонкие тела. Ну, насколько я понимаю, раз это существует, то этим оружием в мире владеют, наверное, люди. Это не оружие, просто мне показывали, что есть на самом деле. Есть не только в этом мире. И в нашем мире есть тоже люди, которые могут это делать. И мне показывали, что потом приводило к этому. И потом, как этот человек отрабатывал это все. Я бывал, что называется адом, что называется райом. В первоначальном своем обучении мне учителя водили туда, чтобы показать реальности, как это на самом деле там. Чтобы убрать вот ту иллюзию и ту вот искаженную информацию, которая находится у нас на Земле. Потому что она совсем не соответствует действительности. Совсем. То есть, немножко, немножко это напоминает, если кто-то смотрел фильм. А, сейчас скажу, астральный дом, по-моему. Наш дом, может быть, но Салар, да? Да, наш дом. Вот, можно сказать, немножко это схоже. Там показано чистилище в этом фильме, а потом там показан город, в котором уже... Ну, можно сказать, да, чистилище, а что-то такое. Ну, вот, чтобы вы понимали, что потом ваше тонкое тело будет разлагаться, и вы это все будете чувствовать, и очень долго будете чувствовать. Если в этой жизни, как бы, не перестройтесь, не поумнеете, не одумаетесь, не переосмыслите. Ну, и при этом, там интересно, я видел, несколько раз смотрел этот фильм, поэтому очень хорошо его помню. Фильм по книжке «Контактера» снят, «Контактер», который жил в начале прошлого века, ну, в первой половине прошлого века. Вот, португальский фильм. Так вот, интересно, что там все-таки в чистилище спускаются светлые сущности. То есть, если через какое-то время человек, там, отстрадал и отработал, то его оттуда, ну, кого-то оттуда забирают, по крайней мере, там так было пока. Да, да, нет, это действительно так. Это процесс. Это некий процесс, вот есть процесс, да, круговорот воды в природе, да, а вот есть такой круговорот, но только там. И понятно, что все мы бываем по разному роду причин, и там, и там. Потому что и там идет некая отработка еще. Это я бы даже не назвал наказанием. Это наработка опыта и отработка опыта там. Потому что там дается время, то есть, ну, когда вот человеческое тело умирает, да, получается, его высший разум переносится туда. Либо переносится сразу, да, что называется райом. Вот если, к примеру, в ад он переносится, да, то там нету, как черти там какие-то бегают, там, кого-то жарят на костре. Нету ничего подобного. Совершенно нету. Я понимаю, что есть какой-то... Да, и часть определенных своих, то, что он не успел отработать в реальной жизни, он может отрабатывать там. Вот когда он отработал это там, тогда его забирают. Даже если это ад. Даже если это ад, а не чистилище, да, то есть, это как бы две разные сферы. И даже если это ад, то все равно, как бы оттуда есть какой-то выход. Я бы так сказал, это одно составляющее. Просто мы все привыкли давать разные названия. Понятно. Но суть одна. И когда, получается, высший разум отработал на том уровне, его забирают, обнуляют, вычищают, можно так сказать, блокируют уровень подсознания. Опять же, уровень подсознания – это некие блоки. Знаете, как будто множество флешек вставлены в один какой-то сервер. И вот то же самое происходит. И потом какой-то период времени высший разум находится там еще, а потом уже опять на перерождении. В общих чертах понятно. Я думаю, мы этой темой еще коснемся. Это очень интересная тема. Ну и вот в контексте фильма, о котором мы говорили. И вообще это, ведь это, по сути, базовая вещь во всех духовных учениях и религиях. Что такое ад, что такое рай, и как именно, что происходит с душой, которая туда попадает. Я просто напомню нашим слушателям. Вот один из примеров – это книги Майкла Ньютона, известного американского психолога, которые стали бестселлерами «Предназначение души. Путешествие души», где он описывал ощущения и видения людей, которых он вводил в состояние гипноза, и которые рассказывали, что было с их душами между жизнями. Вот интересно сопоставить информацию его. Там очень большое количество этих случаев, по-моему, там тысячами сейчас уже исчисляется. Но опять же, здесь нужно все-таки самому увидеть. Потому что, когда кто-то говорит, это не передать вот так вот словами. Хорошо, а тогда у меня вопрос, мы уже приближаемся к завершению, время у нас ограничено. Ну, наверное, последний вопрос. Опять возвращаясь к курсам. А не появятся ли тогда у ваших учеников вот эти вот способности выхода в ментальном теле, путешествий различных, вот то, что как бы и у вас, будет ли достижимо и такое, или это уже какой-то совсем другой уровень? Я думаю, что будет достижимо, но опять же, чтобы выйти ментальным уровнем, нужно преодолеть свое сознание. А это зачастую очень сложно. И я сейчас вижу, как мои ученики здесь в Москве, я сейчас нахожусь в Москве, сегодня прилетел, завтра провожу обучение очередного начала месяца, даже конец месяца, но так получилось, что занятия будут в конце месяца. А вот, и я смотрю на них, как им сложно преодолеть. То есть, когда, ну, представьте, вы начинаете выход, погружаясь в глубокую медитацию, начинаете выходить по чуть-чуть, концентрируясь внутри верхнего канала. И начинаете как бы некий полет вверх. И вот на определенном уровне ваше сознание начинает выдавать вам блоки, блоки в виде различных картинок, либо мыслей. То есть, это возникает справа, слева, сверху, сбоку, заставляет вас обратить на это внимание, тормозит вас тем самым, и вы не можете погрузиться дальше. Вот здесь задача как раз не цепляться, не бороться с сознанием, что будет как раз огромная ошибка, потому что сознание поборет вас, и вы вернетесь опять в свое тело. А здесь, как я называю, некий эффект преодоления без сбоя. Ну, это достигается определенными практиками опять же. Понятно. Большое спасибо за интересный рассказ, за интересную информацию. Ждем, на самом деле, начала курса образовательного, о котором мы говорили с нетерпением. И в следующий раз, возможно, мы тогда коснемся темы вот этих миров, куда попадает душа после смерти физическое тело. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания.